Открываете или расширяете бизнес, но не знаете, какую цену установить на свой товар? Как не продешевить, установив слишком низкую цену и не отпугнуть покупателя, установив слишком высокую цену? Давайте разберемся. Правильно установленная цена на товар позволяет бизнесу получать прибыль и увеличивать объемы продаж. Выбор метода установления цены зависит от цели бизнеса. Если вы хотите увеличить объемы продаж, логично снижать цены в сравнении с конкурентами. Если ваша цель привлечь новых клиентов, предусмотрите скидочную акцию при первой покупке. Хотите удержать своих постоянных клиентов, расширяйте систему скидок, дисконтов и акций. Как правило, при установлении цены используется один из трех методов ценообразования. Затратный метод, когда к цене, по которой был куплен товар, добавляется наценка, которую планирует получить предприниматель при реализации товара. Рыночный метод. У вас есть ателье и вы шьете спортивные костюмы на продажу. При установлении цены узнайте цены на аналогичные костюмы в спортивных магазинах, на рынках, масс-маркете, популярных интернет-магазинах. Установите свою цену в пределах среднерыночной цены, например, 12 тысяч тенге. При этом цена должна полностью покрывать расходы на ткань, фурнитуру, оплату работы швеи, аренду и прочие расходы. Конкурентный метод. Основа на анализе аналогичных товаров конкурентов. Из каких материалов сделаны аналоги, каково их качество. Если ваш костюм и дорогой костюм из спортивного магазина равны по основным параметрам, то можно установить цену также 15 тысяч тенге и дать скидку 20%. Плюс индивидуальный подгон изделия под параметры покупателя. Такой подход повысит привлекательность вашего товара в глазах покупателя. Но даже правильно установленная цена не должна оставаться неизменной. Хотите снизить цены для увеличения продаж, при этом не напугав покупателей, низкую цену можно обосновать акциями или распродажей. Хотите повысить цены – улучшайте сервис. Внедряйте дополнительные опции для клиентов. Бесплатная доставка, подарки, накопительная дисконтная система. Несколько советов. Установите цены, которые помогут вам вернуть первоначальные вложения. Устанавливайте цены, которые будут приносить максимальную прибыль. Цены должны способствовать росту продаж. Так, например, чтобы продать больше товара, обычно цены снижают. Установите краткосрочные цены, чтобы привлечь больше денежных средств в бизнес. Учитывайте психологию. При установке цены лучше избегать цифр, которые заканчиваются на 9, таких как 999 тенге, поскольку такие цены кажутся необоснованными. Тогда как цена, например, 986 тенге выглядит рассчитанной по формуле и поэтому более объективны.